Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Повторником в 11 часов на Радио Болтком. Слушайте программу «Экономикс» с финансистом и докторантом Татьяной Латышевой. О сложных экономических процессах простыми словами. Добрый день. В эфире программа «Экономикс» Татьяной Латышевой. И прежде чем озвучить тему сегодняшнего разговора, я хочу сообщить, что случилось совершенно невероятное. А именно, премьер-министр заявил, что в стране недостаток квалифицированной рабочей силы. И такая ситуация тормозит развитие экономики. То, о чем мы с вами говорили, много передач и в прошлый раз, и позапрошлый раз, и в течение всех наших эфиров. Более того, премьер-министр сообщил, что правительство будет реагировать на эту ситуацию для того, чтобы ее изменить. И тут было бы прекрасно всем возрадоваться, но премьер-министр продолжил свою мысль, что имеется план, как именно сохранить нехватку работников на рынке труда. А именно, план заключается в том, чтобы повысить пенсионный возраст. Ну, мы, конечно, не ожидали это услышать. Но, тем не менее, сегодня мы говорим о перспективах повышения пенсионного возраста. И телефоны прямого эфира 67-212-939, 67-213-939. Пожалуйста, звоните, делитесь своим мнением. Способна ли такая мера, как повышение пенсионного возраста, полностью удовлетворить потребности рынка труда в Латвии и вывести экономику из кризиса. Итак, в чем же причина, почему проблему дефицита рабочей силы правительство пытается решить таким нетрадиционным способом? На этот вопрос премьер-министр также ответил. Он сообщил, что одна из коллекционных партий много лет препятствует запуску программы миграции рабочей силы. Хотя всем известно, что традиционно европейские страны вопрос нехватки рабочей силы решают просто открытием рынка труда. Так делают и Польша, и Германия. Однако мы решили, что эту проблему проще всего решить увеличением пенсионного возраста. Просто по причине того, что одна из партий держит всю экономику в заложниках. И это означает только то, что выводить экономику из кризиса мы попросим людей пенсионного возраста. Повторяю, что мне очень интересно услышать ваше мнение по этому поводу. Поэтому я жду ваших звонков в прямом эфире. Очень интересно, что параллельно в это же время во Франции происходят небывалые забастовки, которые начались уже в январе и продолжаются три месяца. Именно по причине того, что правительство подготовило и уже на сегодняшний день с какими-то там поправками приняло закон о том, что пенсионный возраст будет увеличен на два года и с 62 лет достигнет 64 лет. При этом хочу сообщить, что пенсия по старости во Франции составляет минимальная пенсия. Во Франции по старости составляет 1200 евро, а в Латвии она составляет 149, к сожалению. Вопрос следующий. Так, у нас звонок. Сейчас мы его примем. Добрый день, вы в эфире. Доброе утро. У меня такой вопрос. Да. Надо говорить, будет за что пенсионера? Ну, извините, если вам уже за 60, то на вас можно так и сказать. Будто вы неполноценный человек. Вот, и для того, чтобы человек после 60-ти работать, его просто на работу не берет. Вот, и потом многие работают, рабочие ремесла, так сказать. Можно освоить на рабочем месте, там, допустим. Вот, и строповщик, водитель, это погрузчик, там. Это и все остальные за пару минут, ну, грубо говоря, за пару часов. И, пожалуйста, работать вот на рабочей руке. Или я не прав. А потом, если, допустим, кто-то хочет переучиться, опять же, все, что будет на латышском языке. А если человек недостаточно хорошо латышский язык знает, то все эти курсы пролетают нимо него. Самое главное, что на этих курсах не дают практических навыков. Я сколько раз в 90-х годах был на этих курсах. Был в 2000-х годах на этих курсах. Да, спасибо, спасибо за звонок. Да, действительно, это хорошее замечание о том, что несмотря на то, что есть нехватка рабочей силы, людям в возрасте достаточно сложно найти работу, поскольку, да, действительно, акцент делается на возраст. Этот вопрос, в том числе, премьер-министр комментировал. И тоже, ну, скажем так, неоднозначный комментарий прозвучал с его стороны, когда его спросили, а на самом деле могут ли люди после шестидесяти, после шестидесяти пяти качественно работать? На что он ответил, что, ну да, конечно, какие-то специальности, как, например, военные или полицейские, наверняка они должны уходить на пенсию раньше. Но, например, вот он назвал профессии как адвокат, там, учитель и врач, по-моему. Он сказал, что вот эти люди, они вполне могут продолжать работать. Ну, я не могу вполне согласиться с этим утверждением, потому что... А об этом мы тоже чуть позднее поговорим, потому что тут играют, есть факторы выгорания, усталости, здоровья, качества жизни, качества труда, в котором человек находился. И, ну, я бы не сказала, что можно выделять профессии, которые вот однозначно не устали за свою трудовую жизнь, и они могут там продолжать работать бесконечное количество времени. Так вот, продолжая, продолжая эту тему, можем ли мы слепо подражать европейским тенденциям повышения пенсионного возраста или принимать такие решения, необходимо учитывать состояние здоровья, эмоциональное и физическое, развитие нашего населения. Я сейчас даже не буду говорить о продолжительности жизни. Этот индикатор используют часто и много, чтобы оппонировать сторонникам повышения пенсионного возраста. Давайте поговорим об уровне здоровья тех людей пенсионного возраста, которые будут оставаться на рынке труда. И если мы посмотрим статистику, был проведен в Европе опрос среди людей, чей возраст достиг 65 лет, им всем задали вопрос, как вы оцениваете свое здоровье. То есть просто вот, то есть это не медицинская статистика, это опрос людей, как они сами ощущают, здоровы ли они, частично здоровы, или они чувствуют себя совершенно больными. И естественно, по Европе в каждой стране показатели были совершенно разные. Ну, мы традиционно начинаем рассматривать статистику с конца. Так вот, на первом месте с конца, то есть хуже всего себя чувствовали люди, достигшие 65 лет, это в Литве. Только 11% населения сообщило, что они чувствуют себя достаточно здоровыми. Ну, серебро, понятно, в Латвии 15% людей в возрасте 65 лет чувствуют себя достаточно здоровыми. И на третьем месте с достаточным отрывом идет Португалия. Там 21% людей, достигших 65-процентного возраста, чувствуют себя достаточно здоровыми. Кстати, если говорить о Франции, которая пылает в забастовках уже 3 месяца в связи с повышением пенсионного возраста, то там 45% людей, достигших возраста 65 лет, чувствуют себя достаточно здоровыми. Итак, как для Латвии это выглядит в абсолютных цифрах? То есть, если говорить не про процент, а именно про количество людей. в возрасте от 65 до 69 лет в Латвии живет 110 тысяч человек. Из них 16 тысяч человек чувствуют себя здоровыми. То есть, 16 тысяч человек готовы говорить о том, что их здоровье позволяет продолжить трудовую деятельность. Ну, естественно, если у них есть желание. Так вот, как вы считаете, хватит ли 16 тысяч человек людей пенсионного возраста, то есть, в возрасте 65 лет, для того, чтобы запустить экономику страны, которая на сегодняшний день находится в стагнации? Есть еще одна плохая новость. Дело в том, что вся Европа абсолютно испытывает дефицит квалифицированной рабочей силы. Та же Германия опять заявила, что на рынке труда не хватает квалифицированного персонала всех категорий. Причем, если раньше всегда говорили только об IT-специалистах, то сейчас они уже не находятся на первом месте по потребностям Германии. И на первом месте то, что озвучено статистически в Германии по нехватке рабочих, это и работников, и персонала. это в первую очередь все категории медицинского персонала, начиная от врачей и заканчивая социальными работниками, учителя всех категорий, начиная от детских садов и заканчивая высшими учебными заведениями, абсолютно все работники торговли, транспорта и логистики, то есть мы фактически сфера туризма тоже имеет очень большой спрос на работников, то есть фактически перечислены все отраслевые категории работников, которых не хватает в Германии. И правительство Германии считает, что единственный возможный способ решить эту проблему это трудовая миграция. давайте теперь подразмышляем. Если Германия будет приглашать своих специалистов, вернее не своих специалистов, то есть если Германия начнет опять или усилит агрессивность своей политики, миграционной политики трудовой силы, это значит, что Германия продолжит опустошать европейские рынки труда привлекая к себе квалифицированных специалистов. И если условия труда и оплата труда, например, в Латвии будет находиться на более низком качестве, то, естественно, все специалисты будут принимать решения в пользу работы в Германии. Это значит, что мы продолжим терять молодежь и возлагать надежды на пенсионеров. У нас звонок, мы его примем. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, естественно, против увеличения пенсионного возраста, но, извините, у меня более глобальный вопрос. Объясните сейчас, государство Латвии сидит на финансовой игле в долговой яме. Какой смысл было вступать в Евросоюз, чтобы быть в зависимости от Международного финансового банка Евросоюза? Тем самым, государство Латвии потеряло самостоятельность и независимость. И вопрос, какой долг государство составляет 416 миллиардов сейчас, и какой окончательный срок погашения этого долга? Видимо, даже прапрапранники не смогут его платить. Извините. Спасибо. Значит, как мы и говорили уже в предыдущих передачах, долг Латвии составляет, находится в размере 40% от ВВП, но я хочу подчеркнуть, что по нормам Европейского Союза, который распространяется абсолютно на все государства можно достигать размера долга государственного 60% от ВВП. То есть, в принципе, мы не достигли максимальных и предельных размеров государственного долга, в то время, как другие европейские страны уже находятся именно вот на этой предельной черте. Да, естественно, долговые обязательства это чувствительная тема, но мы, как мы и говорили в прошлый раз, в прошлых наших передачах, очень важно, на что эти деньги берутся. Если эти деньги берутся на развитие экономики, например, на развитие каких-то крупных проектов, экспортных проектов, какого-то производства, которое будет приносить в страну деньги, то такие займы, конечно, очень полезны и обязательно нужно пользоваться такой возможностью, чтобы эти займы получить. Если же деньги берутся в долг для того, просто чтобы покрыть расходы государственного бюджета, которые мы просто сами не можем обеспечить доходами, то есть экономика не производят столько доходов, чтобы обеспечить все расходы, например, на медицину, на образование, то, конечно, это такой путь достаточно опасный набирать долги, потому что эти деньги будут потрачены, а отдавать их придется потом искать, изыскивать средства. И так или иначе придется думать о том, как запустить экономику, чтобы она производила достаточное количество средств уже для того, чтобы и погашать кредиты, и обеспечивать, и покрывать расходы. И, конечно, вступление в Евросоюз в том числе дает Латвии доступность вот к этим кредитным ресурсам, которые в том числе дают возможность на то, чтобы реализовывать какие-то большие проекты. Как мы эти кредиты используем, это уже другой вопрос, мы как бы об этом уже раньше говорили. Итак, мы продолжаем. Значит, единственный путь, который видят развитые европейские страны о том, как поправить ситуацию на рынке труда, это открытая миграционная политика. к сожалению, рано или поздно нашему правительству придется принять решение для того, чтобы наполнить рынок труда приезжающими работниками, поскольку мы уже много этой теме уделяли возможности, уделяли внимание и говорили о том, что Латвия не в состоянии сама воспроизводить и наполнять рынок трудовыми ресурсами. Если посмотреть по тому, по данным и по ситуации, которая происходит у нас с населением, то много достаточно долго, много лет говорится о том, что население Латвии не только уменьшается, но и стареет. И если говорить только о рынке труда, о населении, которое может заполнять рынок труда, то ежегодно Латвия теряет 15 тысяч и даже иногда доходит до 17 тысяч человек. Теряется от 15 до 17 тысяч человек ежегодно покидает рынок труда. И напомним, что мы с вами посчитали, что пенсионеры могут дать, то есть единовременно дополнить рынок примерно где-то 16 тысяч человек здорового населения, которое может наполнить рынок труда. следующий вопрос заключается в том, как мы можем привлекать, даже если правительство примет решение и откроет рынок труда, поедут ли к нам квалифицированные рабочие для того, чтобы жить и работать в Латвии. Какие шаги правительство должно сделать для того, чтобы квалифицированный персонал выбирал местом жительства и работы Латвию, а не другие государства. Как мы и говорили, это первый шаг, это приведение налогов в конкурентно способный вид по сравнению с соседними государствами. Второе, для того, чтобы работники приезжали здесь и оставались, необходимы рабочие места, которые способны оплачивать труд этих людей опять же на уровне европейских стран. Это значит, что нам нужны инвестиции, приходящие инвестиции в страну, создающие рабочие места, создающие добавленную стоимость. То есть, это должны быть производящие предприятия, преимущественно те, которые будут работать и производить продукцию на экспорт, для того, чтобы деньги, то есть, та добавленная стоимость, которая производится в Латвии, она была экспортирована в другие страны, на другие рынки, и деньги поступали в страну. То есть, те деньги, которые сейчас в стране находятся, чтобы они приходили в Латвию. и следующий момент, это, это, конечно, очень продуманная, грамотная кадровая политика. Например, не надо ничего придумывать, можно учиться у соседних стран. Что предлагает, например, та же Германия, та же Польша, и все, ну, то есть, это вот такие основные страны, которые, наверное, самые две страны, на которые можно смотреть, перенимать опыт. Что они делают для того, чтобы привлекать работников? Это, в первую очередь, отменить все потолки для оплаты труда входящего персонала. То есть, они должны находиться абсолютно в конкурентоспособном рынке, для них не должно быть ограничений по потолку зарплаты или по минимальным зарплатам. Далее, решать, каких сотрудников привозить должны непосредственно предприятия, которые испытывают дефицит рабочей силы. То есть, каждый раз, когда предприятие сегодня хочет привезти работников, оно должно очень долго во всех инстанциях доказывать, что именно таких же сотрудников невозможно найти на местном рынке. к сожалению, о чем тоже много говорится, что квалификация людей, находящихся доступных на местном рынке труда, не всегда соответствует требованиям производственных предприятий, и поэтому есть вот этот дисбаланс между тем, что как будто бы какие-то трудовые ресурсы доступны, но они недостаточно квалифицированы для того, чтобы заполнить вакансии. И, естественно, должны работать программы образовательные для молодежи. Да, сейчас мы примем звонок. Сорвался, да, вы можете перезвонить. А есть. Да, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Господа, я только не удержусь от того возражения, я, в принципе, звонил с пожеланием, но не удержусь. Вот вы говорите, вынуждены будут завозить рабочую силу. Да, да. У нас, как я сформулировал для себя, ну вот, у нас обратно пропорциональное государство. Если бы у нас правящие хоть как-то напрямую зависели от экономики страны, они бы, наверное, давно уже завозили, но поскольку у нас национальное государство, как объявлено, и националисты, в общем-то, диктуют повестку, да, то не важно, какая экономика, вы сами только что сказали, что у нас внешний долг, еще тра-та-та-та-та, еще можно занимать и дальше. А у нас, чем хуже экономика, тем они живут лучше. Вот скажите мне хоть один аргумент в пользу того, что вот мы должны завозить сюда рабочую силу, чтобы поднять экономику. Зачем? Они поднимают себе зарплаты, у них все прекрасно, им, грубо говоря, ну я не буду выбирать слова, им плевать на экономику, им, в общем-то, плевать на государство, у них все замечательно. Внешний долг, как вы выразились недавно, у нас еще допустимый, можно еще занимать, так что это я просто, значит, ну не удержался, а я позвонил, в общем-то, знаете, по какой теме, меня очень интересует, но я всегда так формулирую, что хотя бы дали бы нам медицину и дороги, потому что у нас дороги бешеные, и вот в этом году, я могу в цифрах быстренько объяснить, что у нас никогда не будет уже, в принципе, никогда, это звучит дико, в Латвии никогда не будет дорог, потому что дефицит недофинансирования бешеный, и в этом году впервые, они все время мучились, поднимали на чуть-чуть финансирование дорог ежегодно, потому что нельзя не поднимать, дороги просто безобразные, а в этом году они просто перешагнули через себя и понизили финансирование, то есть у нас и так в разы меньше, чем в Литве, в Эстонии, там под миллиард, у нас в этом году из бюджета 220 миллионов всего, то есть пошло вниз, первый раз за всю историю независимости Латвии, да, и вот я просто хотел позвонить с пожеланием, вот у вас, вы сейчас сегодня одна, и вам, наверное, тяжело, но вы общаетесь с нами, вот если у вас будет желание и возможность, следующее, через неделю, через две, вот вы все-таки цифрами больше оперируете, вот тему дорог, может быть, вы как-то вот поднимете вот эти цифры, потому что я могу много сейчас называть, но кто я, я не финансист, не экономист, никто, просто пожелание, вот теме дорога, может быть, вы посвятите какую-то отдельную передачу, потому что то, что у нас творится по дорогам, это, у нас собирается, я все-таки озвучу несколько цифр, у нас собирается порядка, по моим скромным подсчетам, там диванным, 3-4, больше 3 миллиардов, а выделено в этом году, повторюсь, 220 миллионов и что-то еще от Европы, понимаете, ну это же уже просто, ну, слов нету, если у вас будет возможность, тему дорог, может быть, поднимите когда-то и всего вам хорошего, спасибо вам. Да, спасибо за звонок и за подсказку, какую тему, ой, не нажала, какую тему можно выбрать по поводу того, что снижается финансирование, вы знаете, и кстати, да, я с вами согласна, что вот дайте нам медицину, я бы еще добавила образование, достойную жизнь пенсионерам, да, и плюс дороги, конечно, почему падает финансирование в тех или иных сферах, потому что, как мы говорили в прошлых программах, у нас очень большой дефицит бюджета, и как вы слышите сейчас, готовятся забастовки и учителей, и врачей, и правительство после того, как приняло бюджет, сразу же, сразу же на следующий день объявило, что будет пересмотрены все позиции расходов по министерствам, и все министерства, кто может где-то что-то сократить, они должны будут эти деньги выделить на финансирование медицины, и на самом деле, когда вот я читаю, что в Германии не хватает врачей всех уровней, медицинского персонала всех уровней, а у нас медики говорят, что этот год критический, если мы сейчас не найдем деньги, то медицина, в принципе, как бы будет мертва, то это очень страшно, потому что врачей просто ждут с распростертыми объятиями вот в соседней Германии, что останется у нас, поэтому сейчас это такой вопрос, надо ли все-таки забрать немножко денег, может быть, с дорог, для того, чтобы все-таки медицина наша сохранилась, выжила, и какие-то врачи продолжали оставаться, работать в Латвии, чтобы мы все-таки имели хорошее медицинское обслуживание. И у нас время заканчивается, к сожалению. Спасибо большое за внимание и за ваше участие. Тема была непростая. И до встречи в следующий вторник в эфире. Спасибо. До свидания. Радио Болтком Редактор субтитров Редактор субтитров